Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Познакомьтесь с достопримечательностями Западной Армении Шапин-Карахисар. Республика Армения подала иск против Азербайджана в Гаагский трибунал. Председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ подчеркнул важность установления прочного мира в Арцахе. Армянская АЭС отмечает день рождения. США включили пять сторонников Аль-Каиды из Турции в санкционный список. В провинции Кесаре Западной Армении была найдена львиная черепь с возрастом 4000 лет. Армения Экспо-2021 собрала под одной крышей около 200 организаций. Памятники культуры Джавахка, монастырь, затерянный час. Провинция Шапин-Карахисар в провинции Гиресун Западной Армении, культурное сооружение и природные красоты, которое еще не открыто, начало занимать свое место среди популярных туристических направлений. Расположенный на маршруте, соединяющем Черное море и внутренние районы Западной Армении, Шапин-Карахисар имеет культурные ценности, такие как исторический монастырь Маряма Стватацин, район Тамзара, крепость, а также озеро Силбехан и водопад Чаглаян. Монастырь Маряма Стватацин, построенный в естественной пещере на скалистом холме, все лето полон посетителей. Ранее служивший православным грекам, монастырь привлекал внимание местных и иностранных туристов. Крепость Шапин-Карахисар – важное историческое сооружение, является одной из достопримечательностей провинции. Шапин-Карахисар – важный регион с тысячелетней историей, который в прошлом был местом проживания многих цивилизаций и культур, и где языки разных религий сосуществовали бок о бок. Дорогие армяне в изгнании, если вы хотите увидеть этот райский уголок нашей родины, где родился великий армянский генерал Андронико Занян, сейчас самое лучшее время побывать там и познакомиться с наследием наших предков. 16 сентября Республика Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН в Гааге за нарушение Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, сообщила Генассамблея ООН. Согласно заявлению Гаагского трибунала, истец утверждает, что в Азербайджане на протяжении десятилетий проводилась расовая дискриминация в отношении армян, и что в результате этой проводимой государством антиармянской политики армяне подвергались систематической дискриминации, массовым убийствам, пыткам и другим унижениям. Эта практика была вновь выдвинута в сентябре 2020 года, после агрессии Азербайджана против Республики Арцах и Армении. Официальный Ереван в иске подчеркивает, что даже после окончания боевых действий и вступления в силу режима прекращения огня от 10 ноября 2020 года, Азербайджан продолжал убивать, пытать и унижать армянских пленных, заложников и других задержанных. Маргарета Седерфельд, президент парламентской ассамблеи ООБСЕ, сочла необходимым сделать большое для установления длительного мира в Арцахе. Как сообщает Армен Пресс, об этом она сказала во время выступления на заседании Постоянного Совета ООБСЕ. Она подчеркнула, что помимо режима прекращения огня в Арцахе, необходимо предпринять дополнительные шаги для обеспечения прошлого мира и облегчения страданий его граждан. Опираясь на наше успешное сотрудничество с парламентами Армении и Азербайджана, парламентская ассамблея ООБСЕ по-прежнему готова содействовать межпарламентскому диалогу в поддержку мирного процесса, сказала она. Ровно 55 лет назад по инициативе правительства Советской Социалистической Республики Армения совместно с Советом Министров СССР было принято решение о строительстве ГИП-1 на Кавказе атомной электростанции. Сегодня армия СКС вырабатывает более трети всей электроэнергии Армении и обеспечивает энергетическую безопасность и независимость страны. Станция играет решающую роль в развитии энергетического сектора Армении и всей социально-экономической жизни страны, развивая науку и современные технологии для улучшения качества жизни людей. Проект Армянской АЭС стал для своего времени настоящим научным прорывом, и все разработки и научные подходы сегодня используются в мировой практике. На АЭС ведутся согласованные работы по повышению уровня безопасности, и за свою историю станция полностью доказала свою надежность, сказал генеральный директор ЗАО Армянской атомной электростанции Эдуард Мартиросян. В настоящее время ведутся значительные работы по программе модернизации АЭС, чтобы срок эксплуатации второго энергоплока продлился до 2026 года. Соединенные Штаты добавили в свой санкционный список 5 человек, которые действуют в Турции, финансируются и поддерживаются Аль-Каидой. Согласно сообщению в Турции, эти люди оказывали различную поддержку террористической организации. При раскопках в древнем городе Култепе в провинции Кесария Западной Армении была обнаружена челюсть льва, возраст которой составляет 4000 лет. Преподаватель кафедры археологии и факультета лингвистики и историко-географии Университета Анкары доктор Кулак Коглу сообщил журналистам в Култепе, что во время раскопок в 2021 году в подвале большого здания в этом районе были обнаружены кости многих животных и большие бревна, а также множество керамических, металлических и костных материалов. Отметив, что костные находки чрезвычайно важны для Култепе и Западной Армении, Кулак Коглу сказал, во время раскопок мы нашли груду костей льва, медведя, горного барана и кабана. Все эти кости принадлежат крупным и диким животным. Их можно оценить следующим образом. Это животные, обитавшие в окрестностях горы Эрки есть в Западной Армении, или в Высокогоре, или недалеко от Себастии. Мы датируем эти кости возрастом 4000 лет. Это дикие животные, которых поймали и привезли в Култепе. 20-й Международный универсальный промышленный выставочный форум «Армения Экспо-2021» объединяет под одной крышей около 200 организаций, представляющих различные отрасли экономики. В этом году география участников расширилась, и были представлены компании из Армении, России, Ирана, Белоруссии, Индии, Италии и Колумбии. «Армения Экспо-2021» организована Союзом промышленников и предпринимателей Армении и выставочной компанией «Логос Экспо-центр». Она стартовала 16-18 сентября. 22 километров от Ахал-Кялаки находится село Мирения, которое, по словам жителей, было основано около 300 лет назад. Как и любое армянское село, в Мирении есть монастырь и святилище. Монастырь Корадзжам – разрушенный монастырь, построенный из красного камня. Дверь арочная, на южной стене большое и длинное окно. К основанию у восточной стены прикреплен крест из базальтового камня. Вокруг монастыря находится старинное кладбище, где сохранились надгробия лошадей и баранов. Этот монастырь был построен в 2018 году. В мае он получил статус памятника культуры Грузии. Местные жители назвали это Корадзжам – разрушенный монастырь. Это строение 10 века. Монастырь Мирения также признан памятником культурного наследия. Сюда приезжают люди из различных деревень, чтобы принести жертвы. В основном приезжают сюда праздновать Пасху. В селе Мирении уверяют, что монастырь армянский. В селе Мирении уверяют, что монастырь армянский. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё. Желаем вам всего хорошего.